Сегодня в России национальный день донора. Ежедневно в крови и ее компонентах нуждаются тысячи человек. На республиканской станции переливания всегда многолюдно. Кровь сдают студенты, спасатели. Не потому, что первые хотят получить денежную компенсацию, а вторые часто видят, как гибнут люди. Приходят сюда по велению сердца. По зову души в медучреждение пришли и депутаты, госсоветы Чувашии, многие из них по профессии врачи, и понимают, что бан крови должен постоянно пополняться. Тему продолжит Евгения Зиновьева. Восемь утра. Парламентарий уже на месте. Главное условие для доноров накануне сдачи крови не есть жирного и не употреблять горячительные напитки. Перед процедурой обязательный медосмотр и сдача анализов. И только после этого человека, решившего поделиться своей кровью, сажают в кресло. Депутаты как один уверяют, шаг этот осознанный, потому что понимают, насколько сегодня высока необходимость крови и ее компонентов. Я долгое время работал доктором и врачом-хирургом. И как никто понимает, что препараты крови, они сейчас необходимы. Тем более сейчас необходимы, когда миротворческая операция в Донбассе выполняется. И поэтому я, как председатель государственного совета, в первую очередь решил, что откликнуться на эту акцию. Мы хотим поддержать жителей Донбасса и ЛНР. И все сегодняшние средства, которые получатся, отправиться туда в их поддержку. Я думаю, это наша обязанность, что люди должны приходить и сдавать кровь нуждающимся. Доноров на республиканской станции переливания принимают ежедневно с 8 утра до 12 дня. В день сюда в среднем приходят около сотни человек. Собрать удается порядка 50 литров крови. В российские больницы нуждаются в эритроцитной взвесе, плазме и концентрате тромбоцитов. Медучреждения стараются формировать запасы крови и ее компонентов. Плазма хранится 3 года, эритроциты хранятся 35 дней, а еще тромбоциты, из которых хранятся всего 5 дней только. Мы разделяем на компоненты. Среди тех, кто хочет помочь, немало студентов. В Чувашском госуниверситете неделя донора проводится почти 10 лет. Она идет и сейчас. Сегодня сдают кровь студентов факультета юридического, строительного факультета, энергетики, электротехники, радиоэлектроники и автоматики. Я пообщался сейчас с ребятами, они сказали, что многие уже сдают в пятый, в десятый раз кровь. Представляете, какой вклад они вносят в укрепление здоровья населения. Пришла сдавать кровь в восьмой раз. Почему я сдаю кровь? Конечно же, потому что очень важно помогать людям, особенно в период пандемии. В УЗИ считают, что формировать в молодежи желание помогать совершенно незнакомым людям – это неплохое начинание. Здесь даже сформирован свой кадровый резерв из тех, кто готов делиться своей кровью. В прошлом году в неделе донора приняли участие 264 студента. Половину проходила процедуру далеко не первый раз. В ЧИГУ рассчитывают, что в этом году цифры будут еще выше.